Всем лучей добра, нагиба в рандоме и конечно же приятного аппетита! На связи Амера и вот выкатили на основу обновления 1.51 И помимо обычной техники, также у нас появилось несколько новых премов О которых мы сегодня поговорим, то есть разберемся какой из них хорош, какой из них плох То есть вообще стоит ли их брать Итак, начнем по порядку с американцев Тут нам добавили истребитель танков Super Hellcat То есть это корпус М-18 с башни от М-36 Соответственно 76-мм пушки нет и вместо нее стоит 90-мм орудие Расположен он на четвертом ранге и имеет боевой рейтинг 6.3 И кто-то кстати говорил, когда я на Дэйве показывал его, что боевой рейтинг надо бы ему вообще повысить до 6.7 Честно говоря, я думаю это не вполне целесообразно, так как он не будет нагибать, как нагибал тот же самый М-18 Обычный И почему? Сейчас мы с этим разберемся Итак, почему же нагибал М-18? Ну, во-первых, у него была очень хорошая подвижность И в принципе на данном истребителе танков она у нас осталась То есть он очень динамичен, хорошо крутится на месте И Hellcat если уступает, то совсем чуть-чуть Второе, за счет чего М-18 нагибал? За счет того, что у него очень тонкая броня Это значит, что большинство снарядов при пробитии на нем не взводилось И пробивали они танк, точнее истребитель танков насквозь И каких-либо существенных повреждений не наносили В данном случае с Super Hellcat такое будет иметь место, если вам будут стрелять в корпус А вот что касается башни, то вот здесь-то снаряды будут взводиться Так как она от М-36 и брони здесь побольше Соответственно, если вот вы, например, встречаете Super Hellcat в рандоме И у вас выбор стрелять в корпус или в башню То, конечно же, стреляйте в башню Так что такого безудержного нагиба, как на обычном Hellcat, я думаю, ждать не стоит Кстати, важно упомянуть, что в будущем, скорее всего, Super Hellcat повысит время перезарядки Сейчас она 11,8 секунды Но вот если взглянуть на обычного М-36, то там она целых 13 Но ведь башня-то у них одинаковая, и по сути все там одинаковое Но вот перезарядка отличается Так что в далеком или недалеком будущем на Super Hellcat ждите перезарядку тоже в 13 секунд Ну а теперь, что касается того, стоит ли брать данный агрегат Ведь стоит он целых 7480 золотых орлов В принципе, данный прем можно взять Все-таки подвижность М-17 вкупе с 90-мм орудием Это все будет творить чудеса На том же М-36 чего не хватало? Не хватало подвижности, а здесь у нас ее с достатком И главное ее правильно использовать Потому что многие, наверное, из вас на Super Hellcat, если его возьмут Пойдут прямо в лоб на врага Но это не наш вариант Наш вариант это обойти противника и атаковать в корму или в борт Так как танки там наименее бронированы А в лоб мы не всех можем тем же каморным снарядом пробивать Конечно, мы можем пробивать подкалиберным Но существенных повреждений наносить не будет А вот каморный, это уже совсем другой разговор Пищу для размышления по данному прему я вам дал Так что решайте сами, брать или не брать Итак, дальше у нас идут по списку немцы И это прем первого ранга с боевым рейтингом 1.3 Что вообще такого примечательного можно о нем сказать? Ну, во-первых, это первый немецкий многобашенный танк у нас в игре А второе, это то, что у него очень большая цена Целых 1750 золотых орлов Поэтому, как и в случае с советским тяжелым многобашенным танком Т-35 Который тоже расположен на первом ранге и имеет такой же боевой рейтинг Я бы порекомендовал дождаться скидки Ну, для покупки данного танка Ну, или если вам вообще орлов девать некуда То можете его взять за такую цену Ну, а в принципе, танк сам по себе неплохой Две пушки 75-мм и 37-мм Оба их есть комарные снаряды, которые очень хорошо дамажат Но, с другой стороны, баллистика у них между собой отличается Поэтому вначале будет несколько непривычно в нем катать И надо будет немного попривыкнуть Хотя все еще зависит от дистанции ведения боя Если она будет там метров 200 или даже 100 То данная баллистика, точнее, различие в баллистике этих орудий Не сыграет большой роли Также у нее не все в порядке с броней Ибо нас будут легко пробивать даже американские зенитки С крупнокалиберными браунингами Поэтому лично для меня За такой танк отдавать 1750 золотых орлов Это слишком Я, как и сказал, наверное, дождусь скидки Ну или если внезапно я разбогатею на орлах То тогда, может быть, и куплю его себе Да, и чуть не забыл сказать одну вещь У нашего танка доходность 70 плюс 70 И это довольно-таки много Если сравнить, например, с советами Где у Т-35 40 плюс 40 А у Т-34 41 года у премиумной 60 плюс 60 Ну и остались советы Здесь нам добавили две премтехники Первая это самоходка АСУ-100У Она расположена на третьем ранге Имеет боевой рейтинг 5,3 И стоит 3850 золотых орлов Это несколько многовато Но с другой стороны у нее рейтинодоходность повыше Там 140 плюс 140 То есть так же, как и на четвертом ранге Это, конечно же, хорошо Но лично мне данный прем понравился За счет 130-мм орудия На таком-то боевом рейтинге Конечно, перезарядка у него не ахтим В стоке это 25 секунд Но это все-таки лучше, чем у того же самого ИСа-2 А если экипаж прокачать Да еще и экспертов купить То она станет вообще чуть больше 20 секунд Конечно, у нее есть и свои недостатки И в первую очередь Это большие габариты А также бронирование в 60 мм На таком БРе, я бы сказал, но, честно говоря, не ахтим То есть, конечно, если нас закинет против БРа 4.3 Да, может что-то мы там сможем затанковать Но также нас может закинуть и против 6.3 И там вряд ли 60 мм вас спасут Так что для нас очень важно право первого выстрела Если мы вот первыми-то сжахнем по Тигру или по Пантере Да вообще по любому другому танку, против кого мы можем попасть То, скорее всего, этот танк с первого снаряда уйдет в ангар И именно из-за этого данный прем мне очень понравился И я постараюсь как можно быстрее заполучить его себе в ангар на основной аккаунт И остался последний, второй прем Это средний танк Т-34-100 Он расположен на 4 ранге Имеет боевой рейтинг 6.3 И стоит 6090 золотых орлов Для 4 ранга это не так много Ну и характеристики у него вполне годные Хотя признаюсь, что когда я вначале на нем покатался Мне он понравился не особо Потому что по сравнению с Т-34-85 У него те же углы вертикальной наводки меньше То есть вниз пушка опускается всего лишь на 3 градуса Но с другой стороны здесь все-таки пушка-то стоит 100-мм ЛБ-1 И снаряды, значит, от 54-ки И самое главное, что это прем И не надо прокачивать эти снаряды А топовым, то есть БР-412Д Можно просто всех аннигилировать на таком БРе Ну хотя как, не всех, конечно, в лоб Мы опять же того же Ягд Тигра вряд ли пробьем Но для этого нам же даны Хардовые характеристики А 34-ки они нам в полной мере достались Хотя наш танк и тяжелее на тонну Но, честно говоря, это не особо заметно Правда, с той же 34-кой нам досталось Сибраня, то есть во лбу 45 В корпусе, а в башне 90 Это, конечно же, не Ахтина БРе 6.3 Так что на нее надеяться не стоит И последнее, о чем я несколько забыл сказать Это о перезарядке В стоке она 19,1 Это больше, чем у Т-54 Наверное, всему виной маленькая башня В любом случае, если экипаж прокачать Да еще и экспертов ставить То она станет 15,6 И вот с ней уже более-менее как-то можно играть Что же касается того, брать или не брать То, в принципе, танк-то годный Хотя он мне вначале и не понравился Но это, скорее всего, из-за того, что Я его еще не особо прочувствовал И не особо научился на нем играть Ну и на этом все Надеюсь, данное видео для вас оказалось вполне полезным Если это так, то вы можете меня поддержать В новых начинаниях и поставить лайк Подписаться на канал, если вы еще не подписаны Оставить комментарий под видео С каким-либо там пожеланием или критикой В общем, что хотите, то и пишите Также можете еще участвовать в голосовании в ВК-группе А я же на этом с вами прощаюсь И говорю, как обычно Увидимся в прицеле Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!